Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня на связи военный эксперт, наш друг Константин Цивков. Пусть приветствую тебя, дорогой! Добрый день, Макс! Ну что, конечно, чудны дела твои, господи. Такое впечатление, что Кремль вообще исчезает как политический фактор нынешний Кремль, потому что после того, что случилось с этим военным мятежом, мы увидели, так сказать, что все остались безнаказанными, никого не сняли. А кроме того, ну понятно, случилось это с Эрдоганом. Эрдоган просто, как говорится, сдал пощечину или на плюму в лицо. Вообще, что это такое? Что это произошло? И вообще, как это подействует на вооруженные силы? Вот все эти события, с твоей точки зрения. Начнем с Эрдогана, для того чтобы этот вопрос снят, снять. Значит, Эрдоган в тяжелом положении. Ему нужно 100 миллиардов долларов для того, чтобы вырулить из того экономического приз, в котором находится турнир. И эти деньги ему выделили Саудовская Аравия, готовы заплатить арабы. Но проходит это через американскую систему, американцы могут это заблокировать, и поэтому, так сказать, он должен маневрировать. Почему мы вынуждены прислушиваться к Эрдогану и вообще поддерживать? Ну, нельзя забывать простую вещь, а это хорошо известно, что Эрдоган включен в систему, он является одним из ключевых в Турции, одним из ключевых пунктов в системе параллельного импорта. Это известная вещь. Поэтому мы вынуждены это делать по одной простой причине, что мы не являемся импортом независимым государством. И то, что я повторял, повторяю и повторять буду, что единственный способ в отведенной нам истории время решить задачу по-настоящему восстановления технологического суверенитета, это является перевод на рельсы военного социализма, национализации стратегических предприятий и ресурсов, раздробление сетевых, крупных сетевых компаний, которые могут быть раздроблены, не разрушая их целостности, то есть работоспособности. То есть, чтобы исключить существование, в принципе, в России крупного капитала, способного влиять на политику страны. Те представители крупного капитала, которые являются патриотами своей страны, которые создали это дело, свои предприятия, они приватизировали, они, конечно, могут остаться, но в этом случае они должны будут находиться в жестком плане, исполнять жестко план так, как государственные предприятия. Вот это железо, это обязательное условие. Вот. Значит, ничего этого сейчас не делается. Мишусти, надо отметить, делает определенные шаги в этом направлении, вот, но он испытывает сильнейшее сопротивление, вот, и уже на него идут нападки, вот, по разным направлениям, что дает основания подозревать, что его пытаются тоже довернуть на это направление. То есть, столкновение рыночников, рыночной тенденции и тенденции, значит, к реальному восстановлению экономики, к импортозамещению налицо, конфликт обостряется и в этой сфере. Таким образом, мы можем констатировать, что в этой области тоже нарастает баланс, конфликтность. Нельзя забывать и то, что происходит у нас в политике. Значит, практически что, как можно характеризовать состоявшиеся, результаты состоявшегося мятежа. Я характеризую один. Мятеж не был подавлен. Он был лишь, лишь временно отодвинут. Не более того. Уже по, значит, интернет-пространстве идет информация, что Вагнер никто не разоружал, не пытался разоружать. Феноменальная вещь прошла, информация, и это, по сути дела, подтас, это подтвердил Песков, что 29 июня состоялась встреча президента с Пригожиным и 35 командирами Вагнера. Ну, Максим, вообще у меня нету слов. Понимаешь, это вот... Я, конечно, понимаю, есть, конечно, разные политические соображения, тонкая политика. Но здесь вопрос другой. Может быть, какая-то тонкая политика есть в этих встречах, но нельзя забывать, что есть и мнение народа. Как народ на это реагирует? Народ тонкую политику не воспринимает. Вот. Вот тоже и в самой Турции. Ведь понимание того, что Турция — ключевой элемент импортозамещение для народа, это пустой звук для большинства людей. Вот. А вот то, что пощечину Россию отвесили, как ты правильно сказал, это факт. Это факт. Что здесь, то здесь, вот это было представлено всем. То есть, я имею в виду встреча президента с этим Вагнером. Но это равносильно тому, как Николай Второй встретился с резидентом Шмидтом и матросами, организовавшими бунт на броненосцы Потемкин. Блин. Не-не-не, на кресле и очаков. На кресле и очаков. На кресле и очаков. А и прыгнул. Комкин. И там их замерял потом. Понимаете? Вот. Ну, это вообще... Ну, или, скажем, встречался с организаторами Первой русской революции 1905 года. И всех этих бойцов-красноармейцев оставил с оружием, с боеприпасами, с пушками работать на заводах. Можешь себе такое было представить? Нет. Ну вот. Сталин, который встречается с власовцами, я тоже не могу себе представить то же самое. Сталин встретился с власовцами и власовской армией. Примерно то же самое. Особенно цинично это выглядит встреча после того, как за пять дней до этого, 24 числа, президент публично на телевидении назвал всех предателями. Как после этого можно было с предателем встречаться, я не понимаю. Тем более, это же ведь сильнейший удар, в первую очередь, по самому имиджу президента. О чем это говорит? Это говорит о том, что либо президент не обладает силой, чтобы решить задачу подавления мятежа, либо у него нет соответствующей воли. Одно из двух. А может и того, и другого. Это третий вариант. Но без разницы. Так или иначе, это говорит всем, показано, что если у вас есть сила, если у вас есть потенциал, если вы можете согласованно выступить, то вам ничего не будет. То есть, попросту говоря, подобное завершение вот этого мятежа де-факто означает то, что эти люди показали всему, всем, буквально всем силам, которые имеются, что если вы хорошо организованы и можете организованно выступить, то даже в случае неудачи у вас с вами ничего не будет. Я хочу, когда мне говорят о их героизме, о том, что они многое сделали, но я хочу напомнить, что те матросы, которые были на Чакове, на броненосце Потемкин, они, многие из них, сражались в русско-японской войне. И тоже были герои. Ну что ж, я с тобой согласен в том, что действительно вся эта ситуация создана тем, что не была проведена индустриализация, ни социалистическая, ни смешанная, ни капиталистическая, и попали в зависимости от Турции, получили унижение. Я совершенно согласен здесь. То есть можно только спорить о степени национализации, но военный социализм надо вводить в это состояние войны. Но то, что сейчас случилось, собственно говоря, с этими политическими пертурбациями, ну вот как ты считаешь? Вот я вижу, что центральная власть вступила в некую терминальную стадию саморазрушения. Это очень опасно. Она несла себе страшно у двора сейчас. Значит, в первую очередь, что надо сказать, что сейчас открыт главный фронт. Он и раньше был, сейчас он просто открыто показывает. Главный фронт в борьбе с Западом. Внутренний, внутрироссийский фронт. Вот это главный фронт. Сейчас он открыт. Война там идет, не такая явная, как на Украине. Хотя этот фронт на Украине является вспомогательным и обеспечивающим. Он не главный, я подчеркиваю еще раз. Главный фронт здесь. Но оно чуть не менее ожесточенное. Вот это выступление показало, что, мы уже сказали все, но главное им показало, что силы, которые способны организовать выступления, есть. И они настолько могущественны, что способны обеспечить свою главную ударную силу, вот эту группировку Вагнера, надежную защиту от любых репрессий. Вот это вот самое главное. Что дальше теперь, дальше, что надо думать дальше? Значит, ну, вопрос стоит о противостоянии на этом главном фронте. Значит, какие здесь действуют силы? Значит, здесь действуют две группировки сил. Одна группировка сил, я верню, это, конечно, куча всяких мелких есть, но по-крупному, одна группировка сил. Это та, которая заинтересована в том, чтобы идти на децентрализацию управления России, они открыто там объявляют. Вот. Идут идти на свертывание, сдачу полностью Украину, сдачу вообще Донецк, Луганск, Харьковск, Запорожье, а, возможно, и Крым, сдачу все туда. Вот. Они готовы идти на любые другие уступки ради того, чтобы свои капиталы, свои дивиденды вернуть под свой контроль. А возвращать есть что? За это время на Запад было вывезено, уже это данные подтвержденные, более 2,5 триллионов долларов. Можете представить, что это за сумма? Вот. То есть, есть за что бороться. Эта сила характеризуется тем, что они, с одной стороны, так сказать, друг друга хорошо знают, но они достаточно трусливы. Как это ни парадоксально оказалось, не очень хорошо организованы, не смотря ни на что. Но зато они имеют очень четкую цель. Вот. И решимость бороться. Вот то, что у них есть решимость бороться, вот, это как раз показал Пригожин. Вот. Что касается другой силы. Это та сила, которая тоже отнюдь не бессеребрянники. Они влагеют немалыми состояниями, но все их состояние сейчас крепко привязано к потенциалу России. И вообще их положение к потенциалу России привязано. Это те, кто входят в вот эту вертикаль власти, которые с ней крепко завязаны, и которые порвали, или хотя бы частично порвали с Запада. Настолько, что в отношении них начинают уже там вводиться санкции, а в отношении даже нашего президента и, так сказать, объявленный розыск международным уголовным судом. В отношении целого ряда лиц вот из этой второй группы в международном уголовном суде тоже, так сказать, ведутся расследования, собираются дела, то есть это группа людей, которые загнаны в угол. Эти люди достаточно хорошо организованы, но все самое парадоксальное, при этом всем у них не хватает решимости достаточно жестко действовать. А может, и не хватает даже, так сказать, полномочий для того, чтобы нет уверенности в том, что, так сказать, те силы, которые должны будут действовать, выполнять их приказы, вот готовы эти приказы выполнять. Поэтому вот такой баланс сил. Значит, исходя из этого расстановки сил, можно предположить, что те силы, которые обладают потенциалом уголовно организованной, сейчас будут интенсивно организовываться. Другая группировка будет терять влияние. Причем она потеряла внимание очень сильно в результате вот этого путча, который состоялся. И вот в этом контексте сейчас надо иметь в виду еще одну сила. Я ее называю золотым ядром вооруженных сил. Это фронтовики. Эти люди, с одной стороны, не могут принять, не могут принять, не могут принять действующую реалии, которые реализуются вот здесь вот. Можно было бы так пойти. Да, не могут принять действующие реалии, которые мы имеем место сейчас. И в виде не могут принять те проблемы, которые есть, которые порождены самой логикой власти. Это люди, которые, безусловно, обладают решимостью воли и высочайшей организацией, но они явно совершенно пока дезориентированы в политическом отношении. Более того, там еще имеются определенные, судя по всему, настороженности между уровнями, звеньями. Но начиная от уровня полевого, скажем, полковника и ниже, там монолитно все. Выше там могут быть какие-то сомнения, хотя по отдельным направлениям отдельные люди пользуются абсолютным авторитетом, я в этом не сомневаюсь. Фамилии специально не буду называть, это не надо делать. Вот такая вот группировка, вот я знаю, золотое ядро армии, которой нужно четкое понимание, на какую политическую силу ей нужно ориентироваться. Сама она опять держится вот так вот, прямо вот действовать. Вот. И поэтому, как мне видится дальше развитие ситуации? Дальше развитие ситуации будет идти по пути усиления группировки деструктивной, стабилизации или ослабления группировки, которая завязана на действующее лицо. Вот. И поиска вот этих вот золотого ядра армии, значит, выхода из сложившейся ситуации. При этом действия, направленные на дальнейшее, так сказать, затягивание спецоперации, они будут вести к озлоблению еще в большей степени вот этого золотого ядра будет фронтовику. Надо отметить, что президент Путин сделал один шаг, который, на мой взгляд, с его позиции был не вполне целесообразен. Он представил парафированный договор от 9 марта в Стамбульском переговоре, где было явно показано, что сдача 54% освобожденных территорий врагу было результатом просто дипломатического сговора. И никакого отношения к военной целесообразности не имело. То же самое потом спокойно проецируется на Харьков и на Херсон, что, собственно, я, Максим, постоянно вам рассказывал по всем каналам, постоянно везде. И на этом федеральном канале рассказывал и там. Поэтому это, конечно, тоже добавляет. Поэтому в этом контексте сейчас вопрос стоит о том, к чему готовится. Ну, если, скажем, устоит власть, честь и хвала, будем, как говорится, смотреть. Но я в это теперь все меньше и меньше верю. Остается дальше что? А дальше, значит, надо готовиться к действиям, когда вот эта самая олигархическая группировка попытается установить олигархическую диктатуру. Вот будем прямо уж так говорить. Прежде чем она установится, эта диктатура, будет определенный промежуток времени, достаточно длительный, потому что там тоже все не так однородно, там вы и грязняете, ну, как вовременно-временного правительства царской России. Вот на этот период надо постараться решить задачу, так сказать, восстановления страны. И тут вот то, что я тоже говорю. Это консолидация. И это, кстати, сказал и Андрей Олегович Безрухов. Он сказал у Соловьева буквально вот три дня тому назад, вот он сказал, что сейчас пришло время, это была ключевая фраза, последняя. Это по ключевая фраза. А запоминается больше всего. Здоровым силам России нужно объединиться, чтобы не допустить не обидеть, не так он сказал, здоровым силам надо объединиться против разрушителей страны. Вот четко сказал. Так вот я закончу, Макс. Подожди, я сейчас закончу, Макс. Откинься, откинься. Так вот, Макс, я закончу, так вот я закончу. Значит, поэтому наша задача сейчас, это всем ответственным политическим силам, начиная от монархистов, кончая коммунистами, вне зависимости от окраса, подчеркиваю, ответственностью, консолидироваться. Вот, вокруг вот этого золотого ядра армии. И для золотого ядра армии. Для того, чтобы в ситуации, когда значит, власть будет поколеблена, олигархиевская группировка начнет рваться к власти, смещая действующего президента, чтобы, скажем, Макс, чтобы нас всех не подставлять, а прямо, скажем так, мягкой колью, чтобы восстановить законность. Восстановить законность. Вот так. Подчеркиваю, сейчас, раньше говорил объединяться в группу президента, сейчас я говорю, нам надо консолидироваться вокруг золотого ядра армии, чтобы восстановить законность. В случае, если попытаются президента убрать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Я тоже вижу, что вот так называемая партия условных, условных, опять же, патриотов в этой вертикали, она потерпела сокрушительное поражение. Такое впечатление, что Пригожин держит какой-то компромат из 90-х и просто вьет веревки из, так сказать, первого лица. Вот. Это добром не закончится. Мало того, Пригожин шел уже с такими лозунгами, если посмотреть его передачи, что война не нужна, что это выгода только олигархам, на самом деле, олигархам это война, как раз серпом по яйцам. Скорее, они его надували, эту фигуру. И надо сказать, что его пропаганда схватила очень многих людей. За ним готовы были пойти. Я уже на улицах вижу молодежь с этими флагами Вагнера на спине. Такое движение фанатское. То есть его были готовы встретить, люди. Что с этими людьми было бы потом, это совершенно не важно. Сейчас главное, что они за ним пойдут. Я с тобой согласен, надо сейчас, мы тоже ведем работу, надо искать связи с этим золотым, собственно говоря, составом, с теми, кто воюет, а не кладет людей даром. Кому нужна победа просто как кровное дело. И я думаю, что Запад в данном случае почувствовал слабость центральной власти и начинает додавливать. Нет, наверное, Украину они в НАТО не примут, но я понимаю, что вот надежда Кремля на то, что Запад устанет поддерживать Украину, она совершенно тщетна, она несбыточна. Не знаю, как ты на это смотришь. В самом возрасте конечно, однозначно. Запад не закончит, не будет поддерживать Украину, будет поддерживать Украину до конца надежды, что он не будет это делать, нет никаких. Вот, это совершенно четко. Совершенно четко. А у них уникальная ситуация. Безъядерной войны, они могут нас ломать, так сказать, крутить, делать новый девяносто первый год, ну, в данном случае, вместо КПСС заняли другие силы, не рискуя, пожалуйста, чужими руками. Это то, что мы могли сделать с Ираком в 1991-1951 КПП. Макс, мы с тобой об этом говорили 15 лет подряд, что сейчас главный фронт это здесь, не Украина, и не санкции, и даже информационная фронт, а здесь. Вот здесь главная действия за сила. Она себе показала уже, она себя объявила уже, что вы хотите? Ну, да, я тоже вот лично могу сказать нашим зрителям, я лично готовлюсь к моменту, когда может настать очень сильная политическая пертурбация, потому что если все будет идти так, в конце концов верховная власть, как мебель, вынесут, и все, и она ничего не сможет сделать. И наступит тот самый период, о котором я говорил, и Константин Севков, и многим другим, так сказать, не самые глупые люди, и вот в этом хаосе надо будет успеть опереться на вот это боевое ядро, соответственно, силовиков, патриотических гражданских активистов, ветеранов, воин, на патриотических промышленников и попытаться тогда вырулить. Боюсь, что все-таки дело идет именно к такому большому кризису. Константин, ты добавить что-нибудь желаешь? Ну, что я могу сказать? Я еще раз могу повторять еще раз сакраментальную фразу. Значит, все ответственные политические партии и движения, невзирая на окрас, от монархистов до коммунистов, должны сейчас объединиться для того, чтобы сохранить страну. И объединиться вокруг, в первую очередь, золотого ядра вооруженных сил. Вот все. То, что я могу добавить, в вооруженных силах есть и в том числе всевозможная публика, в том числе есть и предатели, есть кто угодно. Но их много меньше, во-первых, потому что фронт многих вычистил этих предателей, это раз. Во-вторых, на фронте там предатели не выживают. Поэтому, вот я и говорю, золотое ядро, это раз. Во-вторых, да, армия слепок общество, но она на фоне других слоев общества все-таки намного чище. И поэтому, да, надо консолидироваться. И про первую, кстати, центральный вопрос хочу подчеркнуть еще раз. Значит, начинают многие вбивать к линиям между войсковыми офицерством и штабами. Вот это преступное действие. Я хочу пояснить некоторые нюансы. Все замечательные стрельбы баллистическими ракетами, крылатыми ракетами Тамага, прошу прощения, оговорился, калибр или любым таким дальнобойным оружием производится через полетными заданиями. Полетные задания делают штаба. Штабы стреляют. А командиры, которые применяют это оружие, они даже не знают, куда оно полетит. У нее есть только знак. Достигает досягаемый цвет или нет. Если досягаемый, он ее пустая. А если недосягаемый, он меняет другую позицию. Все. Поэтому вот это надо хорошо понимать. И второй момент. Вертикаль управления стратегическими ядерными силами опять-таки идет из штабов и командных центрального звена. Без этого не будет, если не будет обеспечено управляемыми стратегическими ядерными силами, мы получим полномасштабную интервенцию, да еще с учетом ядерного шантажа со стороны НАТО. Поэтому обеспечить управляемость вооруженными силами сверху донизу, это центральный вопрос, особенно в стратегическом звене, с трагическим ядерным звенем. Это центральный вопрос выживания страны. И плюс к тому, вот это вот золотое ядро войскового, командного и рядового, сержантского, сержантского рядового состава, который против фронта, который знает, что это такое. Вот и все. Ну что ж, ну вот, честно говоря, я, конечно, считаю, что этот кризис был порожден, конечно, действиями центральной власти, теми самыми людьми, которые владели политические ограничения на боевые действия. С моей точки зрения, умный руководитель страны убрал бы и Шойгу, и Пригожина еще до этого конфликта, выдумал бы более адекватного команды. И, кстати, то, что сейчас получается, что высшее военноруководство после этого мятежа на месте, я считаю большой ошибкой. Нужно было готовить эту команду. Если бы убрали Пригожина, Максим, если бы убрали Пригожина, тогда было бы корректно убрать и Шойгу. Естественно. Да, но А так Пригожина они не убрали, убирать Шойгу в этих условиях принципиально нельзя. Это открытое признание политического поражения власти в этом конфликте. Ну да, и даже если у Пригожина какой-нибудь видеокомпромат из 90-х, то, ребята, с такими ограничениями никакая центральная власть ни войны не выиграет, ни страну. Ну что ж, будем об этом. Макс, какие-либо не были компроматы из 90-х, неужели нельзя решить вопрос? Нет человека, нет проблемы. Я думал так над этим тоже. Когда человек говорит, ты знаешь, если я исчезну, в Швейцарии скроют пакет, там какая-нибудь диск с записью, флешка, документы и прочее, и прочее. А мы знаем некоторые детали биографии повара. Там могут быть интересные вещи. если я исчезну, если я не дам команду, это всплывет. Вот это единственное правило мертвой руки. Вот это может работать. Я понимаю, но тебе нужно сказать только одно. Если бы власть идет на жесткие действия, решительные и твердо, и на фронте, и внутри, то все эти вбросы значения не имеют для внутренней стабильности. А на внешнем поле тем более. Вот. И дальше все решается просто. Да, и хрен с вами. Просто объявляется на весь экран. Вот смотрите, как скрабляют нашего президента. Какую ложь и фальшь на него сывалят. Объявляют это фейком и все. Ну понятно. Ну было бы желание. Вот. Ну что ж, будем держать руки. Желания нет. По всей видимости, нет желания. Нет желания. Хочется сидеть на двух стульях. Хочется сидеть на двух стульях. А эти стулья очень далеко разъехались. Макс, мы об этом говорили с тобой. Десять лет стулья-то разъезжаются. Конечно. И с Эрдоганом предупреждали. То есть, вернее, о ситуации, что надо бы строить не стадионы, не футбольные игрища проводить, не олимпиады, а заниматься индустриализацией. Не выводить деньги, не создавать такие резервы нахрен никому не нужные, которые потом врагу достались. Нет, хотелось ничего не менять, жить по-старому, кричать о величии и многополестном мире, но не проводить индустриализацию. Вот теперь и гребли, что называется. Ну, теперь есть те моменты, которые уже, ну, все, уже не остановишь. Уже надо будет через это пройти. Константин, спасибо тебе громадное. Вот, будем, что называется, следить за событиями, ну, а также тихо работать на то, чтобы страну все-таки выиграть, да, так сказать, победить в борьбе за ее целостность и будущее. До следующей встречи, дорогие друзья. Как говорится, Макс, можно я закончу? Надо сделать, чтобы расстояние по времени, промежуток времени между февралем и октябрем был намного меньше, чем короче. Дарю. Вот на этой оптимистичной ночи мы заканчиваем передачу, но не темно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова